Новости на телеканале «Красная линия» и это наш взгляд на главные события в стране и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». Министерство финансов предложило повысить пенсионный возраст и отказать в выплатах работающим пенсионерам. Конечно, понятно, что Минфин будет объяснять необходимость принятия таких мер, кризисам, необходимости бюджетной экономии и так далее. Что делать, если потерял работу? В нашей студии управляющий партнер кадрового агентства «21 век» Светлана Петровичева. Эта программа должна позволять переподготавливать людей, должна помогать им открывать новые горизонты. На страже национальной культуры. Во Владикавказе при поддержке КПРЭП открылась бесплатная школа осетинского языка. Это первая ласточка, но я надеюсь, что такие курсы будут созданы во всех районах. И глава республики, и правительство республики начнет уделять должное внимание. В Челябинске продолжаются митинги против строительства горно-обогатительного комбината. Здесь будет грязь и дрянь. Поэтому выбор за нами. Я борюсь против Томинского ГОКа. Я хочу, чтобы мой ребенок дышал чистым воздухом. Управление делами президента просит выделить 7 миллиардов рублей на реконструкцию особо важных государственных объектов. Деньги планируется получить на трехлетний период по федеральной адресной инвестиционной программе. Среди государственных объектов, включенных в список реконструкций, Дом правительства России, комплекс зданий Кабинета министров в центре Москвы, зданий Государственной Думы и администрации президента. По данным Управления делами главы государства, износ конструкций некоторых строений составляет более 40%. Выделяя крупную сумму денег на реставрацию государственных зданий, правительство не забыло и о детях. Вот только сумма оказалась почти в два раза меньше. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал распоряжение выделить регионам страны чуть более 4,5 миллиардов рублей. Деньги должны пойти на оплату летнего отдыха 200 тысяч детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Дети рано или поздно вырастают и доживают до пенсионного возраста. Министерство финансов России об этом помнит. Ведомство подготовило новый проект пенсионной реформы. Он состоит из шести пунктов. Изменения касаются тарифов, правил выплаты и индексации пенсии, компенсации из бюджета льготных страховых тарифов, а также отмены обязательности накопительных взносов. В частности, Минфин предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет и для мужчин, и для женщин, сократить индексацию пенсии на 2017 год, установить единый тариф социального страхования и взимать его с зарплаты. Также в министерстве считают, что нужно отказаться от выплат работающим пенсионерам. Тем бюджетникам, которые должны выходить на пенсию досрочно, педагогам, медикам и творческим работникам, предлагается постепенно повысить пенсионный возраст до тех же 65 лет. Ни один из шести пунктов, которые предлагает Минфин правительству в связи с реформой пенсионной системы, не улучшает и не может потенциально улучшить положение пенсионеров. Не тех, кто уже на пенсии, не тех, кто собирается выйти на пенсию в ближайшее время или в последующем. Насколько этично обманывать пенсионеров и решать свои проблемы за их счет? В Новосибирске сотрудница районного пенсионного фонда внесла в личное дело одного из пенсионеров информацию о явках мужчины, которых на самом деле не было, и расписалась вместо него, подделав подпись. Женщина в нарушении уже созналась, но о причинах своего поступка не говорит. Есть подозрение, что это нужно было для получения бонусов к зарплате. Я считаю, что здесь сотрудник пенсионного фонда преследовал какие-то свои личные цели, потому что они, как любые служащие, получают премию, и для того, чтобы получить эту премию, нужно им сделать так, чтобы все документы, все материалы были вовремя подготовлены, сделаны и сданы. Пенсионеры формально не относятся к бедным слоям населения, поскольку в результате доплат их уровень доходов достигает прожиточного минимума. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, структуру бедности в основном составляют работающие бюджетники и семьи с детьми. Коротко о других новостях в стране. Три спутника, запущенные с космодрома «Восточный», успешно доставлены на целевую орбиту, сообщили в Роскосмосе. Напомним, что первоначальный старт с «Восточного» был намечен на 27 апреля. Однако за полторы минуты до запуска он был отменен. Вторая уже успешная попытка запуска была проведена ранним утром 28 апреля. Президент России Владимир Путин объявил выговоры вице-премьеру Дмитрию Рогозину и главе Роскосмоса Игорю Комарову. Главе научно-производственного объединения автоматики Леониду Шалимову президент вынес постановление о неполном служебном соответствии. Поводом для этого послужили причины сбоя при первом неудачном запуске с космодрома «Восточный». Более 60% россиян ожидают, что приватизация государственных предприятий будет способствовать росту неравенства доходов. Об этом свидетельствуют результаты опросов ЦИОМ. Кроме того, против продажи госпредприятий частным лицам высказались 68% опрошенных. Аэрофлот объявил о добровольном отказе от 13 международных маршрутов. В компании отметили, что эксплуатация этих направлений поможет развиваться другим российским авиаперевозчикам. По мнению экспертов, данный шаг не изменит расстановку сил в отрасли. 25% доходов россиян уходят на оплату кредитов. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра «Демоскоп». При этом средний ежемесячный доход российской семьи в 2015 году составил около 43 тысяч рублей. Глава Министерства по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков арестован. Руководитель ведомства обвиняется в получении взяток и растрате бюджетных средств. Несколько дней назад были задержаны и другие чиновники из Министерства управления государственным имуществом региона. Сообщается, что они замешаны в коррупционном скандале, связанном с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Данные мероприятия, видимо, связаны исключительно с зачисткой под грядущий Чемпионат мира по футболу и носят, ну, отчасти, видимо, компанейский характер. Конечно, хотелось бы, чтобы деятельность органов юстиции и органов прокуратуры была в направлении борьбы с коррупцией более системной и носила какой-то постоянный характер. По версии следствия, Пьянков получил взятку в размере около 30 миллионов рублей. Якобы деньги ему были переданы за содействие в выкупе недвижимости по завышенной цене. Как благую весть, я думаю, воспримут все горожане и все жители нашей области эту новость, потому что, конечно же, всем было известно, что Министерство госимущества, в принципе, в нашей системе не может быть честным и кристально прозрачным. По мнению КПРФ, единичные аресты чиновников не отразятся на уровне коррупции. В стране назрела необходимость менять саму структуру власти. И до тех пор, пока системно не будут установлены предпосылки для разрастания этой коррупции, до тех пор, пока не будет создано механизмов нормального народного контроля за чиновниками, вот этими назначаемыми, никому не известными и никому не подконтрольными, кроме тех лиц серых кабинетов, которые их назначили, вот до тех пор у нас будут и Пьянковы, и Сердюковы, и вот вся эта братья. Смотрите во второй части информационной программы «Темы дня». Безработица наступает. Число нетрудоустроенных граждан в нашей стране растет с каждым днем. Что делать, если потерял работу? В нашей студии управляющий партнер кадрового агентства 21 век Светлана Петровичева. Безработица наступает. Число нетрудоустроенных граждан в нашей стране растет с каждым днем. Потерявшим работу предлагают переквалифицироваться, но эта процедура требует времени и денег. Продолжит тему Максим Кудин. Спад в экономике России привел к драматическим изменениям на российском рынке труда. По прогнозам экспертов, пик безработицы придется на конец 2016 года. Уже сегодня около 5 миллионов безработных граждан не могут найти надежный источник дохода. Главный офисный центр страны – комплекс Москва-Сити. Работать здесь и престижно, и почетно. Однако во времена экономических кризисов свет в окнах небоскребов гаснет, и отставные менеджеры спускаются с небес на землю в поисках новой работы. По данным статистики, сегодня в России более 20 миллионов человек офисных работников. А это почти каждый четвертый трудоспособный человек. Елена Капитанова уже полгода сидит без работы. По профессии она преподаватель французского языка. Работе учителя предпочла карьеру офисного работника. Во время кризиса первого, кого сокращают, это обычно такой штат бездельников. То есть мы деньги не приносим офис-менеджеру, поэтому по нам кризис ударил больше всего. Менять профессию Елена не хочет, а найти место менеджера среднего звена – непросто. Многочисленные резюме, отправленные на сайты по поиску работы, не помогают. Поиск работы – это в некотором смысле тоже работа. Нужно максимальному количеству людей рассказать о том, что вы в настоящий момент ищите работу. За грамотно составленное резюме надо заплатить сайту круглую сумму, а у девушки денег нет. Государственное образовательное учреждение «Центр-профессионал» готовит более 60 тысяч специалистов в год. Здесь дают надежду на будущую стабильность. Надежда, пусть даже данная государством, в кризис тоже стоит денег. Стоимость обучения колеблется от 7 до 15 тысяч. Так, на лифтера можно отучиться за 7 тысяч, на сварщика за, я приблизительно говорю, за 12 тысяч. Самое дорогое удовольствие в «Центре» – получить модную профессию промышленного альпиниста. Придется раскошелиться на 15 тысяч рублей. Никаких гарантий трудоустройства учебный центр не дает. Он лишь помогает приобрести новую профессию. Еще одна категория риска – выпускники вузов. Для них проводятся ярмарки-вакансии, где работодатель сам отбирает себе будущих сотрудников. На большие зарплаты вчерашние студенты особенно не надеются. На какую зарплату вы рассчитываете? Даже не знаю. Как предложат? Вот ваш минимум. Мой минимум 30. Но сейчас, наверное, минимум будет тысяч, хорошо, если 20 тысяч рублей в месяц. В ближайшие 3-4 года численность населения трудоспособного возраста в России сократится на 4 миллиона человек. При этом, по самым оптимистичным прогнозам, 6% экономически активного населения останутся безработными. Никаких экономических причин для спада безработицы нет. А это значит, что в группу риска может попасть каждый десятый россиянин. Максим Кузин, Сергей Каверин, Красная линия, Москва. Гость нашей программы управляющий партнер кадрового агентства 21 век Светлана Петровичева. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Спад в российской экономике приводит к драматическим изменениям и на рынке труда. И вот в первую очередь под удар попадают офисные работники. И учитывая, что у нас каждый четвертый трудоспособный человек работает в офисе. Как Вы считаете, что же делать вот этим белым воротничкам, так называемым, если они останутся без работы? Нужно ли менять специальность на рабочую, более востребованную в кризисное время? Или посидеть на бирже труда, подождать каких-то предложений? Вот что в этой ситуации, как лучше поступить? Есть очень много различных возможностей, таких, например, как фриланс. То есть работа частичной занятости, удаленная работа, где всегда можно заработать какие-то дополнительные средства для того, чтобы найти ту работу, по которой хочет офисный сотрудник развиваться. А вот эксперты считают, что есть определенные отрасли. Это в первую очередь IT-отрасль, химическая промышленность, пищевая промышленность. В этих отраслях работники могут чувствовать себя достаточно спокойно в кризисное время. Как вам кажется, почему так происходит, что одна отрасль, можно ее назвать более спокойной, а в другой идут постоянные сокращения? Чего это зависит? В нашем кадровом центре мы получаем отклик на одну вакансию программиста Java, где-то два резюме в день. Это очень мало. В то же время мы получаем до 50 откликов на вакансию юриста, экономиста. Понятно, что отрасль юридическая в настоящее время наиболее подвержена сокращениям, наиболее подвержена безработице, чем IT и телеком. А как дело обстоит и с государственной программой содействия занятости населения? Я знаю, что порядка 80 миллиардов выделено в этом году, при том, что это на 5% меньше, чем в предыдущем. Как эта программа вообще работает? Что в нее входит? Вообще знают ли они и наши граждане? Вы знаете, я считаю, что подобные программы должны быть, потому что вообще я верю только в переобучение и в то, что человек, который потерял работу, и, допустим, его отрасль упразднили. То есть помните, у нас, наверное, в прошлый кризис была такая ситуация, когда закрыли полностью отрасль горного бизнеса. И эта программа, она должна позволять переподготавливать людей, должна помогать им открывать новые горизонты, потому что каждый человек в своей жизни может поменять до 8 раз профессию, специализацию и быть в этом успешным. Я верю, что при правильной презентации данного программы, при информации нашего населения о том, что данная программа осуществляется, мы получим положительный отклик, и у нас в России будет больше занятого населения, чем мы сейчас имеем. А где можно получить информацию о переобучении, о государственной программе содействия и занятости населению? К сожалению, вот у нас не работают профсоюзы, как это работает в Европе, да? То есть через профсоюзный центр мы могли бы получать непосредственно информацию о том, какие навыки может прокоучить, протренировать специалист для того, чтобы он мог претендовать на другую работу, на другую должность, куда он может пойти и как найти вот эту работу, которая будет всегда востребована. То есть вот это за границей, это решают профсоюзы в Европе, да? Если мы будем брать западный опыт. У нас, к сожалению, вот в таком формате это не работает, поэтому мне кажется, здесь нужно выстраивать работу через центры занятости и через СМИ. Светлана, благодарю вас за беседу, спасибо. Напоминаю, что гость нашей программы – управляющий партнер кадрового агентства «21 век» Светлана Петровичева. Смотрите далее в информационной программе «Темы дня». На страже национальной культуры во Владикавказе при поддержке КПРФ открылась бесплатная школа осетинского языка. Жители Челябинска продолжают митинговать против строительства горнообогатительного комбината. В Челябинске накаляются страсти вокруг строительства меднодобывающего горнообогатительного комбината. Местные жители, которых волнуют проблемы экологии, вышли на очередной митинг. Подробности в следующем репортаже. Горнообогатительный комбинат планируют построить всего в 15 километрах от Челябинска. Его работа будет напрямую связана с опасностью загрязнения воздуха, почвы и воды. Не надо, нельзя. Все же это пойдет потом в воду нашу, будем ее пить. Там же будут променять серную кислоту, что ли, при добыче этого, меди, что ли, обработки. Поэтому нельзя, невозможно, ни к чему это такое строительство. Уже на протяжении трех лет местные жители выступают против строительства ГОКа. За это время было собрано более 150 тысяч подписей и проведено несколько митингов. Но власти до сих пор занимают выжидательную позицию. Сколько можно одно и то же говорить и терпеть, ничего не делается. Очень много больных людей, детей, в том числе, проблемы дальнейшего рождения детей, значит, людей старшего возраста, потому что уже нельзя с этим мириться больше. Я астматик. Астматиком я стала на Урале. Я пользуюсь ингалятором постоянно, аллергия еще к этому. Если мне еще вот этот ГОК построить, мне просто надо накрыть просто и немедленно на Цинково, понимаете? Жить невозможно. А у меня еще есть дети, у меня еще есть внуки. Я не хочу, чтобы они жили в таких условиях. Челябинцы предлагают провести референдум по вопросу строительства комбината, но чиновники вряд ли пойдут им навстречу. А это значит, что акции протеста продолжатся до тех пор, пока федеральные власти не обратят внимание на проблему. Денис Щербаков, Красная линия. Москва рассчитывает на углубление сотрудничества с Китаем по всем направлениям и готовит соответствующие предложения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава МИД России подчеркнул, что президент Владимир Путин с нетерпением ждет своего визита в Китай. Коротко о других международных новостях. Депутаты Национального собрания Франции проголосовали за отмену антироссийских санкций. Резолюция была одобрена большинством голосов Нижней палаты французского парламента. Отметим, что документ носит рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению руководством Франции. Эстония проводит учения под названием «Штормовое предупреждение 2016 на границе с Россией». Они продлятся пять дней и завершатся 1 мая. Военные отрабатывают маневры, связанные со спасением военнослужащих во время боевых действий. Кроме того, военнослужащие в течение недели будут тренироваться обеспечивать охрану автоколонн. Национальная гвардия Украины перебросила в Одессу около 300 бойцов полка АЗОВ. Об этом сообщил губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он подчеркнул, что в городе уже достаточно сил, чтобы справиться с любыми вызовами. Отметим, что переброска военных происходит в преддверии годовщины трагедии в Доме профсоюзов, а также на фоне политической борьбы, которую глава региона развернул против мэра. Сирийскому городу Алеппо грозит гуманитарная катастрофа из-за эскалации боевых действий вокруг города. Об этом говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста. Ситуация осложняется еще и тем, что конвой с гум-помощью постоянно обстреливают. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что останется у власти до 2018 года. Так он отреагировал на критику со стороны своих политических оппонентов. Напомним, что контролирующая парламент Венесуэлы оппозиция собирается провести референдум по вопросу досрочного прекращения полномочий президента страны. Геннадий Зюганов провел встречи с футболистами молодежного мини-футбольного клуба КПРФ. Команда в очередной раз смогла добиться серьезных успехов на спортивной арене. Есть большие праздники, которые нас ко многому обязывают. Накануне 1 мая и Дня Победы мы с удовольствием вас принимаем здесь в Государственной Думе, в нашей фракции. Наших спортсменов, чемпионов, наших талантливых тренеров. И молодежь, которая продолжает лучшие традиции в области спорта. Такими воодушевляющими словами Геннадий Зюганов открыл встречу с представителями молодежного футбольного клуба КПРФ. В своей вступительной речи он выразил слова глубокой благодарности спортсменам за их победы в мини-футболе. А победы эти, можно сказать, триумфальные. В этом году они заняли второе место в чемпионате России, получили соответствующие атрибуты. И я прошу капитана команды Дмитрия Вавилова вручить Геннадию Андреевичу кубок, который мы завоевали за второе место в чемпионате России. Помимо серебряной медали в чемпионате России по мини-футболу среди дублирующих составов, команде удалось завладеть Кубком Москвы. В копилке клуба также звание лучшего вратаря и лучшего игрока турнира. В торжественной обстановке Геннадий Зюганов вручил футболистам памятные сувениры и дал слова напутствия молодым победителям. Никита Попов – красная линия. Сберечь национальную культуру. Во Владикавказе при поддержке КПРФ открылась первая школа-студия осетинского языка. Занятия совершенно бесплатны. Аж дам и рон. Дэ и рон. С декабря минувшего года в стенах национальной научной библиотеки открылась школа осетинского языка. Как тогда, так и сейчас от желающих изучить родную речь нет отбоя. Занятия проводят известные учителя и заслуженные работники сферы образования. Я всю свою жизнь посвятила осетинскому языку. Начиная со школы, институт, опять школа, кафедра ЮНЕСКО. И вы даже не представляете, как приятно зайти в аудиторию и увидеть вот такие вот глаза. Вот прямо горят. Они им интересны. Они настолько увлечены. Я просто поражена. В настоящее время занятия в студии посещают более 70 человек. Каждый пришел сюда по собственному желанию. Возраст не проблема. В аудитории встречаются и те, кому 16 лет, и те, кому за 50. Курсы проходят три раза в неделю. Каждое занятие – это полное погружение в особенности лексики и грамматики. После каждого занятия я ловлю себя на мысли, что я уже начинаю думать по-осетински. И иногда пытаюсь переписываться с друзьями, попросила знающих, чтобы они со мной по-осетински общались. Потому что если не подкреплять знания, то все забывается. Учащиеся постоянно проводят встречи с лингвистами, писателями, филологами. Знакомятся с осетинской культурой и традициями. Как отмечают в местном отделении КПРФ, для жителей Северной Осетии сегодня просто необходимо знать родной язык и родную историю. Я пять лет работал в парламенте республики. Первая проблема, с которой я столкнулся, когда стал депутатом парламента, меня пригласили в Моздокский район, селы, где компактно проживают осетины. И посмотрел, что происходит с ихними школами. И школы специально закрыли, для того, чтобы в Моздокском районе не было ни одной школы с углубленным изучением осетинского языка. А ведь это Северная Осетия. Открытие студии инициаторы проекта называют маленьким, но важным шагом на пути сохранения национального языка. В планах продолжать начатое. Это первая ласточка. Но я надеюсь, что такие курсы будут созданы во всех районах. И глава республики, и правительство республики начнет уделять должное внимание. Сегодня пока эти курсы финансирует КПРФ. Если понадобится, мы найдем необходимые средства для того, чтобы во всех районах открыть эти курсы. Первые учащиеся студии осетинского языка завершат обучение уже в этом месяце. Но стены национальной библиотеки от этого не опустеют. Скоро начнется набор новых групп. Рустам Сабанчеев, Красная линия. Учиться никогда не поздно. Это касается и московских чиновников, которые будут проходить онлайн-курсы по управлению стрессом. Об этом сообщили в пресс-службе Московского городского университета управления. Планируется, что курсы пройдут около 18 тысяч госслужащих. Они получат теоретические знания о причинах стресса и его негативных последствиях. И научатся выбирать правильные модели поведения в стрессовых ситуациях. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До свидания.